всем привет с вами ленин under фото это хроники пленочного выживания за лето 2023 последние два месяца мы рубрику не писали поэтому можно сказать что за все лето переворачиваем календарь и прорываемся в сентябрь к сожалению не самыми лучшими новостями ну как есть значит конечно же начинаем мы с вашей любимой части это финансы значит заработали ли мы денег в июле и августе да мы заработали денег но как я вам всегда говорил кофе 2 кофе кофе машина вот в данном случае мы заработали на 2 кофе то есть это июль и август вообще июнь июль август это три самых для пленочной фотографии вообще для всей аналога фотографии вообще все 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 это самые жирные месяцы потому что ну повторюсь люди выходят люди фотографируют то есть мы можем реально заработать денег только летом и в декабре потому что люди покупают подарки все остальные месяца это всегда ну как бы такой пассивный доход и мы ждем как бы сезона вот поэтому я понимаю что скорее всего там типа сентябрь октябрь ноябрь мы уже ничего не будем зарабатывать и скорее всего терять и хотелось бы конечно за лето заработать бабла чтобы спокойно ну как бы один месяц компенсировал другой был баланс так вот балан по итогам 8 месяцев баланс 0 то есть действительно у нас январь февраль март апрель там май минус июнь или август плюс но настолько маленький плюс что по итогам года мы не в плюсе мы как бы по итогам года в нуле это конечно очень приятно мотивирует ли этот работать дальше ну конечно все еще не все еще потеряно вот но заработали мы короче реально очень мало денег то есть вроде как и найти активность какая-то была люди шли но рынок он трансформируется продажи переходят с одного места в другое об этом мы поговорим с вами чуть позже по итогам по циферкам еще немножко пройдемся год году июль месяц июль месяц год 2023 к 22 22 июля уже были всем известны события уже как бы дела были не очень минус 75 процентов а теперь думайте сами да минус 75 процентов денег окей я могу предложить еще цифра страшнее значит с 2021 годом посковидный год когда уже в принципе все открылось то есть это у нас август считается значит за август 2000 август 2023 по отношению к августу 2021 чистого дохода магазина минус 88 процентов если давайте простыми словами если сейчас мы заработали 50 тысяч рублей то в 2021 августе мы заработали 450 тысяч рублей чистых денег это так грубо и просто или там что давайте кратно 100 тысяч рублей сейчас или 900 тысяч условно в прошлом августе это я цифры утрирую просто от балды беру но вы понимаете вот что такое 88 процентов то есть если мы когда-то были на коне сейчас мы на нижней части коня точнее даже под конем вот то есть это очень большой провал это прям реально очень большой провал и теперь мы с вами поговорим в продолжении что с этим делает магазин вандерфото что с этим делал другие магазины и какие перспективы вообще всего этого значит смотрите про рынок рынок последние месяцы сам себя перелопачивает и перерабатывает я приведу вам конкретный пример в начале по моему в начале года это было ли в конце прошлого я говорил ребята на рынке проблемы с кассетами инстекс покупаете ну реально проблемы их не было их вообще нигде не было вот просто ноль что я сделал я привез до хера этих кассет сам мы купили их там пункта сраному курсу мы купили их оптом нам за то что оптовиков нет скидок на доставку как у людей которые барыжат с алиэкспрессом мы покупаем оптом у нас есть доставка которая идет за эти коробки огромные у нас есть какие-то таможни даже если даже если представить что мы везем серую вот представьте все равно же мы кому-то платим то есть равно получается дорого нам надо платить сверху а чувак закажавший 30 пленок блять с алиэкспресс он ничего не платит и он заказывает 10 таких коробок на себя на маму на папу на всех друзей и продает это на озоне понимаете издержки у него минимум у нас как ни крути всегда есть издержки в этом-то и проблема вот и кассет не было я привез их и знаете их продавал ну буквально неделю и после через неделю они появились везде в таком количестве просто я смотрю на свою цену а люди продают в розницу дороже чем я купил оптом я поставил их по себестоимости с учетом налога то есть по нулю у меня не было выбора и примерно сколько примерно 5 месяцев мы продавали их 0 у меня было много кассета больше трех тысяч вот ну и типа знаете у меня было настроение очень фиговое относительно всей этой истории в итоге они что-то начали наконец-то подзаканчиваться но у многих то что курс растет ну люди перестают их возить и более того все их привезли и все друг другу мочат по цене там знаете каждый на 100 рублей на 5 рублей на 10 рублей меньше делает ну то есть мочилово такое ценовое конечно все садятся на жопу с этой истории все хотят их скинуть поскорее больше никогда не возить все хотят и начинается вот эта фигня и они под заканчиваются я их продаю последние даже по моему с плюсом рублей 100 и они заканчиваются у меня тоже я думаю а что сделать ну наверно надо купить чтобы хотя бы в магазине были я смотрю на рынке их нету я вот теперь думаю вот смотрите я их сейчас привезу и привезет их опять же дохилища людей вот точно так же то есть раз год есть такой да пустой карман когда можно условно заработать денег но понимаете какие-то поставщики сели на жопу в этой истории а какие-то только увидели возможность побарыжить до этим там сави с алиэкспресс или еще откуда они возят вот и это не заканчивается и сейчас опять же вот прошло полтора месяца на рынке опять дохера этих кассет опять началась ценовая борьба я их уже не буду возить я купил вот чисто вот чисто для магазина сколько мне нужно и все такая же история со среднеформатной пленкой я много раз вам говорил видео что среднеформатной пленкой у нас проблемы ее никто не покупает она просрочилась и и скидывают за дешман и сейчас ее просто на рынке нет никто не хочет ей заниматься найдите на рынке нормальную цветную пленку там порту 400 портру 800 портру 160 да хер вы ее найдете там у единицы она есть а если есть цена космическая никто не стал ее закупать впрок потому что все на этом как бы ну на е а в среднем формате проблема еще в том что люди которые снимают на средний формат они по большей части хитрожопые они сделают все что угодно лишь бы не купить у вас пленку а купить ее где-то на 50 100 рублей дешевле они будут ждать два-три месяца с китая два-три месяца с европы будет ждать пока их знакомых куда-то поедет и что-то заберет лишь бы не переплатить и закончилось тем что пленки просто нету увы и я вам скажу также вандер фото не будет покупать эту пленку то есть раньше у нас были тысячи катушек и мы реально но до сих пор некоторых там сливаем остатки по чб сейчас цветной портера я привезу 10 катушек купили привезу вам еще 10 то есть два-три месяца будете ждать привезу так то есть сейчас происходит вот трансформация всех процессов особенно по наличию и актуальности товара то есть но не нужны рынку какие-то вещи не нужны а раньше как бы они были популярны и вот сейчас мы пытаемся понять что именно не нужно в этом-то и суть также да что не нужно то есть мы вандер фото понимаем что есть какие-то камеры пленочные на которые цены вот так вот взлетели кстати почему да опять же правы про пленочный рынок поговорим раньше люди везли камеры откуда только можно там с ebay постоянно привозили еще откуда ну то есть большие с китая с японии брали контейнеры и привозили то есть не было проблем с камерами их можно было привести в любом количестве вот всяким там барыга мои перепродать на авито следовательно рынок наполнялся пленочными камерами понятно что не забывайте что камеры еще ломаются и вот сейчас пленочный рынок он замкнут своей экосистеме камер больше не становится они ломаются их становится меньше то есть у нас меньше пленочных камер на рынке более того каждый пытается заработать урвать свой кусок то есть купить там что-то перехватить на авито уже не получается всегда есть какой-то магазин типа юнит кэм продающий в 10 раз дороже люди смотрят на него юнит кэм перекупает у всех кого там только можно и получается что цена очень сильно растет даже на камеры на которые я бы лично никогда не продал бы даже такие деньги то есть например есть магазины авито перепродающие мыльницы там допустим 8000 рублей за какой-нибудь там олимпус трип 505 да вы чё но всю жизнь всю жизнь мы продавали его в under photo за 4000 всю жизнь сейчас он в рознице у любого человека физического стоит 4 минимум как бы и мы сейчас сами его продаем помню за 6 это у нас по мы даже нет наличия то есть цены выросли ну в 30 40 50 процентов минимум почти на все камеры и мы такие думаем а нахера нам это продавать во первых рано или поздно если мы купим по закупочной цене за такие деньги мы сами перегорим и сгорим ну нам это нахер не надо но мы не хотим рисковать во вторых мы не готовы людям продавать такое говно за такие деньги как вы как бы многие не говорили что under photo там что-то продает в 3 дорога мы продаем что-то что пользуется спросом и где у нас хватает совести вот данный момент уже каких-то камер есть предел ценовой совести мы не готовы продавать это такие деньги ну блять нам это просто уже не неинтересно как мы потом будем говорить смотреть у вас получилось такое говно на фотографии то что мы купили говно камеру или человек скажут даже заплатил вам 10 тысяч за нее да но как бы рынок диктует условия не мы главные на рынке да мы просто один из 1 6 леночек цепи вот поэтому вандер фото пили как бы переделывает процесса то есть мы убираем товары которые мы не готовы больше продавать добавляем то что мы готовы продавать и конечно же не забываем про marketplace и которые уничтожают весь российский оффлайн не только вандерфото во всех фото лабораториях то есть вся пленка покупается сейчас процентов наверное 50 чтобы не соврать я точно конечно не знаю статистики но это моя личная прикидка 50 процентов пленки продается на marketplace а вот следовательно 50 процентов продаж по пленке потерял каждый фотомагазин и каждый фото лаборатория а теперь думайте сами это 50 процентов это достаточно нихерово вот я вижу по своей статистике у меня минус 50 процентов по пленке вот до вандерфото была пленка всегда вы скажете дороже но это не мешало ей продаваться это уже другой вопрос на как мы продавали кому мы продавали и так далее это совершенно разные вещи вот то есть статистика до дело такое вот поэтому по пленке конечно тоже и все фотомагазины будут сейчас думать ну а зачем нам возить пусть возят барыгин на озон а мы будем типа искать какие-то другие обходные ходы либо распродаваться и закрываться конечно же вы скажете что я еще год назад даже полтора предсказывал что уже наверное декабрь кто-то закроется потом я переделал прогноз да я на самом деле уже не могу их давать я не понимаю что происходит то есть все типы работают все тип работают на грани в нуле в минусе но что-то как-то работают да и что будет я не понимаю но по логике вещей конечно с такими доходами надо закрываться по хорошему многим и я не понимаю что у кого держит вот это мое субъективное мнение давайте как обычно по вопросам которых я очень много у вас собрал чтобы наша рубрика была долгой и счастливой вопрос который мне кстати пришел в личку его нет в списке в телеграме вопросы всегда мы собираем в телеграме если что заходите подписывайтесь на канал там очень много всего интересного интереснее чем в инстаграме намного и на ютубе там прям реально много всего я пишу но не всегда интересно иногда люди сразу после этого отписываются напишу вот вопрос был такой когда откроются мои проекты за границей как помните я у меня есть второй youtube канал на английском он привязан к магазину на английском который все еще уже полтора года в процессе создания в процессе ребята если вы думаете что типа я ничего не делаю это зря вот все в процессе это не от меня за очень многие вещи не всегда от меня зависит особенно с учетом того что например я лично не могу попасть в европу где я хочу делать магазин вот потому что я банально нет визы и нет рабочей визы ничего такого нет поэтому я вот здесь нахожусь где зеленая травка вот в общем проблема в том что да все работает и даже в других странах где нахожусь я всегда что-то делаю вот опять же очень многие из этих вещей можете прочитать нашим телеграм канале вот не переживайте значит поехали закончится ли пленка известных брендов за 8 лет слушать очень странный диапазон 8 лет ну смотрите я же сейчас производят значит она отгодна до 2025 условно плюс у нас еще блин если посмотреть по рынку нас просрочки обычно запас там лет на на пять ну то есть я думаю что больше восьми лет ну 10 лет точно если вот сегодня все за всем вообще все закроют производство 10 лет это минимум и все равно найдется кто-то кто что-то делает донат давайте не забывать про нашу кино намотку любимую которые будут еще крутить и крутить ее еще до жопы на рынке есть еще куча просроченные намотки которые постоянно всплывает на рынке каких-то невероятных объемах поэтому я вообще не за не переживай за будущее пленки что надо сделать чтобы ситуация с пленкой стабилизировалась что вообще в мире с пленкой происходят слушайте ситуация в мире и ситуация в россии по аналоговой фотографии совершенно разные ситуации я вижу что в мире скажем так сейчас там есть такая небольшая изюминка финансово кризиса очень сильно надвигающегося но количество энтузиастов которые производят какие-то новые продукты производят новые пленки особенно в азии но как производят он перепаковывать перелез code накладывают эффекты 怎麼-то делают короче постоянно с пленкой какие-то кик стартеры проекты который где-то что-то изобретается какие-то пленочные камеры что-то мутится постоянно то есть я вижу что но есть движение есть спрос есть движение и чем меньше на рынке будет становиться камер тем больше будет такого движения потому что люди будут читать и нетабельности думать ага мы сейчас произведем камеру и ее она будет у нас стоимость в себе стоимости 1000 там баксов ее будет покупать потому что камеру как бы уже их нет на рынке или там они производят вот кода как таро кодек выпустила эктары h35n со стеклянной линзой выпустил неделю назад еще даже нигде ее нету в наличии кроме кореи кстати вот стеклянный наконец-то появилась камера со стеклянной линзой ну я не знаю насколько она нормально мне надо потестить но какой-то знаете прогресс он потихоньку идет в мире в россии продолжаю упорно повторять все будет плохо и когда интервью с ноланом понятиями не знаю что ответить самый главный вопрос выпуска пленки тасме по моему мнению осталось пару лет так как она и выпускает немного пленки что скоро и будет неприбыльно ребята тасма работает на госзаказах вообще по другой структуре они делают для нефтяных труб я так понимаю пленку чтобы делать я такой я не эксперт по этой части но я так понимаю что делают типа рентгена как мрт нефтяной трубы чтобы увидеть если там какие-то микротрещины или что-то такое то есть у тасма тасма я так понимаю что сейчас как раз наоборот будет завалено заказами и уже завалены заказами на производство пленки для всякой там серьезной промышленности и как раз вот просто просто сегмент пленочной фотографии и мне интересен это копейки вот в чем прикол понимаете да разные приоритеты тасма как раз все будет хорошо мне так кажется просто проблем будет в другом наши фотографии мне нужно и не интересно вот далее в интервью основательном среды говорили о такой теме как популяризации воспитания новой аудитории пленки а кто еще этим занимается в рф в этом же интервью если вы не видели посмотреть очень интересно очень многие мои партнеры сказали что реально крутое интервью не забываем что меня смотрят владельцы всех фото лабораторий и очень часто копирует то что я говорю потом вот такое вот бывает да значит смотрите сейчас этим занимается как и сказано было видео перспектива перспектива занимается больше всех наверное действительно должен это признать первое место блять а кто еще кто еще делает много воршопов там или что-то такого блять да никто нахер ну может быть может быть я могу сказать что . цвета делает там youtube контент ну хорошо я его делаю мы значит на уровне я не знаю честно для перспективы сейчас больше всех этим занимается и честно я скажу я просто не вдавался сильно в эту подробность что мне тоже не интересно вообще раньше мы занимались я скажу до всех событий мы очень много занимались я я проводил воркшопы мы проводили всякие мастер-классы ну ну реально много всего у нас было ну как бы сейчас просто не то время и знаете это не дает так как как мы говорили это не дает сильно профита вот пару лет набирает обороты диджитал мыльницы видео у вас тоже есть термин таких камер как относится к этой ветке цифровой винтажной картинки их инерционно медленно растущей популярностью так ребята да это кстати одна из новостей которые я вам не рассказал потому что я ждал вопроса спасибо что задали смотрите мы открыли новое направление цифровых мыльниц и мы компактных камерах называли раньше на рынке в нашей в россии их называть цифровой мыльниц и более профессиональной линейки мыльниц причем линейка до 100 тысяч рублей это с мануальными настройками там и так далее мы короче мы решили попробовать развить это направление знаю так как я живу в азии я знаю что это направление популярно в азии но я знаю что провозить россии это нахер никому не надо кроме мелких барыг с авито сейчас мы исправим эту ситуацию более того мы владеем информацией 0 она никому не доступна то что смотрите эти были камеры никто не снимал на них youtube обзоры нихрена не было этих камер намного больше чем пленочных там блин их триллион вот поэтому конечно сейчас я врываюсь в эту игру чисто во первых ради интереса я хочу понять а нахрена люди это делают зачем покупают цифровые мылки и ну в чем прикол я хочу купить много мылок поснимать снять много youtube обзоров посмотреть как это работает и понять там стоит или не стоит и главное что во всем этой истории что я не теряю деньги у меня уже есть договоренности с людьми что если это все не пойдет эти камеры просто будут распроданы в себестоимость я ничего на этой истории не теряю это самое главное и не забывайте вандер фото всегда делает так мы не начинаем что так что вот мы купим одну мыльничку посмотрим будет ли покупать а потом купим вторую мыльничку мы купим 500 мыльниц и как бы будут покупать хорошо не будут ну как бы мы знаем куда их деть понимаете то есть мы всегда если что-то делаем мы делаем серьезно в этом-то и прикол то есть мы серьезно изучаем вопрос мы покупаем то что нужно купить покупаем 500 штук варьируем цены смотрим что где стоит не забываем мы сравниваем цены всегда по ebay мы работаем по ebay по доллару мы знаем сколько это стоит на мировой арене то есть если в россии вы видите на вид у мыльницу там и человек продает ее дешевле ну наверное есть возможность купить ее и перепродать условно на ебэй если вы умеете это делать да короче мы знаем мировые цены на определенные модели вот исходя из этого мы покупаем только только то что если человек это у нас купят он не завтра не продаст ее за ноль вот чем суть как делают очень многие магазины на авито там продают мыльницу она ничего не стоит то есть они купили за 500 продали за 5 а мыльница стоит 500 а вот мы как раз купили даже если за 500 продали за 10 но она стоит 10 в этом суть ну хорошо 9 все-таки нам надо заработать вот в чем суть но так как на этом рынке нет крупных серьезных игроков мы им хотим стать мы хотим попробовать не пойдет не пойдет вообще не переживаем но так как мы сделаем youtube который у нас уже есть мы запустим это в этом масс-маркет будем смотреть будем пробовать не удивлюсь что после выхода этого видео и вот этого этих слов на многих магазинах и фотолабораториях в течение нескольких месяцев появятся цифровые камеры очень этому не удивлюсь но всегда все что вандерфото делает он делает заранее то есть мы уже купили мы уже спишем материал и мы будем первыми а вы делаете что хотите вот плюс профессиональная профессиональная линейка смотрите это камеры ну что-то типа там пентакс кью лейки кстати целью xd люкс мы покупаем мы покупаем что у нас еще есть пентакс л x короче такие интересные модели которые не в таком супер масс-маркете который очень точечно у нас покупается очень точечно и мы знаем что они очень крутые я смотрю тоже иностранный обзор и я смотрю сравнение читаю всякие там материалы то есть меня покупает только то что реально интересно и это будет конечно интересно и людям потому что они получат прикольные камеры вот причем ценовой разброс чтобы понимали от 15000 то есть выход и хочешь камеру который и снимает нормальное видео ты можешь даже у youtube писать на нее с мануальными настройками и так далее это будет цифра и это будет стоить пятнаха да вообще там или 20 до нормально вот поверьте мне сейчас новое стоит любая новая камера стоит дороже она любая новая не всегда лучше старой мы это все знаем вот мы это видео пишем на j5 чтобы понимали которые уже по моему сколько ей уже лет 5 то есть и она все еще классные в тренде ни за что я не продам это конечно продам если предложит хорошую цену но не сейчас вот в общем мы работаем надеюсь что вам тоже зайдет наши новые направления потому что мы пробуем где в одном месте денег теряем другом зарабатываем мы мы пробуем по крайней мере мы что-то делаем вот когда интервью с основателем каф когда-нибудь все видео выходят по порядку видео записано смонтировано все выходит порядку но у меня чтобы понимали есть видео которые лежат год уже записаны смонтированы год назад я их просто не выкладываю конечно интервью с кафом интереснее она выйдет вперед но в каком-то порядке определенном я с ним встретился позже чем встретился с горный лаб поэтому скорее всего горный лаб выйдет вперед ну по хронологии ребята вот будет ли на ваш взгляд какое-то развитие слайдовой пленки нет ни пока не при не могу ничего сказать скорее нет чем да честно вообще не не имеет не имею мнение своего вот по этому поводу не вдавался может поздно уже но задам такой вопрос почему мыльницы зачастую стоит дороже автофокусных зеркалок с большим функционалом сможет смена оптики даже дороже аналогичных механических камер мы листу дороже автофокус ну смотрите люди не почему мы носим маленький мобильный телефон потому что он помещается в карман да можно напичкать в какой-нибудь вот в iphone можно напичкать камеру профессиональную как отлейки там я не знаю какой-нибудь но этот телефон будет вот такой захотите ли вы носить конечно же нет в этом то и суть чем как бы размер компактность удобства открыл нажал кнопку вот что важно в мыльницах не важно что они там имеют в какой-то функционал определенный важно чтобы они делали свою работу их работа быстро снять поэтому в коллекции настоящего фотографа пленочного должно быть несколько камер должна быть и мыльницы и механика там и средний формат под разные задачи идешь я повторюсь наверно где-то это уже было идешь ты в гору ты не потащишь в гору средний формат ты блин сдохнешь дойдя до горы еще и без без этой камеры с камерой ты точно сдохнешь вот поэтому ты берешь маленькую мыльницу там еду я на скутере здесь езжу я еду на скутере я не пойду как я могу ехать со средним форматом у меня в бардачке лежит мыльница я еду я вижу что-то я такой вот так вот по бардачку ударяю он открывается то есть я аккурат быстренько одной рукой достаю еще рискую жизни раз щелкнул положил поехал дальше никаких настроек делать не надо не надо думать но нет у меня возможности тем более когда еду или там быстренько тормознул снял да со средним форматом ну так не работает эту камеру мне пришлось убирать но скутере под сидение значит я должен был остановиться заглушить двигатель поставить на подножку открыть сидушку слезть открыть сидушку достать сфокусироваться замерить свет сделать кадр убрать и все это по новому представляете время это время и люди ценят свое время это самое важное сейчас вот даже если ты тратишь 90 процентов времени лежа на диване смотря сериалы или там плача от депрессии ты почему-то неожиданно когда делаешь какие-то такие вещи как съемка на мыльницу ты начинаешь думать об экономии времени я не так вот это работает да то есть мы думаем о маленьком экономии времени а потом глобально его просираем где-то в другом месте вот так это все работает вот поэтому так конечно меня никто не спорит что профессиональные камеры с кучей мануальных настроек снимает намного качественнее лучше и намного интереснее и более тебя развивают никто с этим не спорят но рынок сам все решает это решаю не я не ты не он это решает рынок и много-много людей в совокупе вот у нас кстати уже потемнело я конечно осветлю свое лицо где-то здесь но скорее всего будет немного темненький я думаю вы переживете вот в общем ребята давайте подведем итог работаем наверное все самое интересное по статистике мы узнаем конечно же в январе по итогам декабря это нам много чего расскажет покажет эта рубрика выйдет когда-нибудь может быть через один месяц через два через три исходя из того какие события произойдут в стране в мире аналогов фотографии т.д. и т.п. вот но у нас выходит еще много интересного всего и очень часто вопрос а как же поддержать наш магазин ребята поддержать магазин можно банально купив что-то в магазине любой предмет купите наклейки за 100 рублей купите самую дешевую пленку тасма купите там фома пан что угодно купите если конечно купите цифровую мыльницу я вообще буду счастлив зная что это пошло то есть вы можете купить что угодно да хотите не хотите покупать в магазине купите наш же товар у нас на зоне у нас на зоне есть сейчас на или на валбелес у нас просто распродаем наши майки дешевле себестоимости их производил по тысяче они на валбелес помы стоит 600 мне задача уже просто сток освободить и все то есть купите наши классные майки в которых я снимался кучу видео то есть что угодно это сам большая поддержкой никаких там донатов ничего не прошу просто выбирая между магазином к или лаборатории который нихера не делает и нами если у нас даже дороже за 50 рублей вы такие леонид это тебе донат вот работаем спасибо что были с нами ну что увидимся когда-нибудь где-нибудь с вами был леонид пока подписывайтесь на наш инстаграм у нас тут очень много классных интересных фотографий различных лайфхаков а также мы выкладываем stories в которых вы можете поделиться своими фотографиями голосовать за выбор пленки и участвовать различных конкурсов а также вы самыми первыми узнаете про наши акции и скидки будет круто присоединять